Эта стена на границе Турции и Силии появилась недавно. Турецкие власти стали её строить по мере того, как бойцы курдской самообороны стали отжимать боевиков террористических организаций от границы. Стройка идёт ударными темпами. Не из-за 20 анкара уже отгородила полсотни километров. Наводить свой турецкий плетень они стали ровно с того места, где границу начинают контролировать курдские ополченцы на севере провинции Алеппо. Так выглядит уже оборудованная граница. Блоки стоят настолько плотно, что даже мышь не проскочит. Для верности ещё и колючая проволока, дозорные вышки, наблюдательные посты, камеры слежения и патрули на броневиках вдоль бетонного забора. Наша группа снимает. Её минут через 15 замечают. Патруль останавливается в пределах видимости, что мы, журналисты, подтверждает и крупная надпись «Пресс». Это видят и тем не менее. Стражники турецкой границы не всегда куражатся так безобидно. Курдский посёлок стоит к забору вплотную. Халиль Ибрагим показывает, чем для него это 50-летнее соседство закончилось. Гостиная со второго этажа ушла на первый. Это было ночью. Снаряд влетел в окно и разорвался в комнате. Пол провалился, а стены выстояли. Поэтому никто из моей семьи не пострадал. Курдская деревня Картмилак тоже стоит у границы. Теперь край турецкий стал ещё ближе. Опасно близко. Сколько живу, столько знаю, что границей всегда считалась середина того поля. А сейчас они её просто пододвинули вплотную к оливковым садам. Нагло украли у нас метров 150 земли. Чёрный флаг с белой вязью. Знамя, запрещённое в России группировки Джабхат Ан-Нусра. Это её позиция в местечке Касталь-Джендо. Мы снимаем из окопов курдских ополченцев. Метрах в 500 за флагом террористов развивается флаг Турции. Здесь нет даже намёка на какие-то пограничные заграждения. Блиндажи боевиков, обложенные мешками с песком и заставы турецких пограничников, мирно соседствуют. И это при том, что Турция официально объявила. Она вроде тоже не прочь, как и Россия, США и ещё с десяток стран бороться с мировой угрозой. Для любого нормального человека враг очевиден – террористы. Но вот удивительная вещь. Турция с ними выступает как союзник. Когда мы пытаемся боевиков атаковать, турки их прикрывают огнём, вынуждая моих ребят отступить. Через объектив нашей видеокамеры удается неплохо рассмотреть эту идиллию отношений турецкого государства и боевиков Аль-Нусры. Это приграничный сирийский городок Езибах. Он захвачен террористами. Через него трасса ведёт, собственно, к границе. Вот пункт перехода Баб-Саляма, за которым начинается Турция. А немного в стороне городок Килис. И никакого даже подобия бетонного забора на этом, казалось бы, опасном участке государственной границы. Всё ровно наоборот. Доверительно открыто и прозрачно. Километровые колонны гружённых фур выстраиваются в очередь на въезд к боевикам. Здесь и бензовозы, и грузовики с закрытыми наглухо кузовами. Что в них попадёт террористам, знает только турецкая сторона. А чтобы никто больше не узнал и не мешал, Анкара развернула здесь тяжёлое вооружение. Вот позиции танков. А вот и ствольная дальнобойная артиллерия, которая периодически стреляет. На этот раз целью турецких снарядов стал сирийский город Африн, где живут преимущественно курды. Раненых привезли сюда, в центральную больницу города. Средний мужчина умер по дороге. Его 16-летняя дочь скончалась в реанимации от ранения осколком в голову. Итог лишь одного турецкого обстрела, 11 раненых и трое убитых.